Приветствую вас! Знаете, первое, что бросается в глаза, когда я прочитал ваш вопрос, это то, что вы очень мало написали. Складывается такое ощущение, что вам не так важно его разрешить. Вопрос, я имею ввиду. Складывается такое ощущение, что вам не хочется складывать свои силы в написание вопросов, в описании позиции, вот, в описании ситуации, в описании проблемы, вот. Я хотел бы, чтобы это было не так, но то, что вы пишете, к сожалению, указывает на обратную. То есть, смотри, я имею проблемы со своим, ну, партнером по отношению. Я обращаюсь на сайт, на сайт психологов. И я пишу буквально одну строчку, что у меня не складываются отношения. Вот какой помощи я жду, как я хочу, чтобы мне помогли в данном случае. Далее универсальный ключ, ну, универсальный ответ. Нет, нет, это, это невозможно. Такого нет и быть не может. А разобраться подробно с вашим вопросом не представляется возможным, ведь вы не описываете ничего. А психологи – это те люди, которые анализируют, что это происходит. Психологи – это те люди, которые анализируют информацию, полученную от вас. Понимаете? Вот. И от того, насколько вы полно раскроете ее информацию, зависит на ваша помощь вам. Причин, причин, по которым могут не складываться ваши отношения с парнем. Причин. Может быть несколько. Либо, либо. Мужчина не ваш человек, и вы просто, как бы, насильно тянете его в отношения с собой. Ну, потому что, либо вам это нужно, либо вы стали жертвой обстоятельств, да, там, каких-то ожиданий чьих-то и так далее. Либо, либо, либо у вас не чистые чувства. То есть нет, например, чистой любви к, ну, к человеку. Вот. Ага. Помимо любви, да, помимо любви, а есть что-то еще. Понимаете? То есть помимо любви есть, например, желания какие-то. Помимо любви есть страх, помимо любви есть внутренний конфликт, помимо любви есть что-то еще. Что-то, чего вы хотите только для себя. Да? Вот. Не для него, а для себя. По сути. И вот именно этот момент, именно этот момент и является важным на самом деле. Что вы хотите, ну, в этих отношениях для себя. Что вам нужно в этих отношениях для себя. Понятно, понятно, да? Ну, вторым элементом проблемы идет внутренний конфликт. То есть, скажем так, расщепление вашей личности. То есть, когда одно целое, да, человек расщепляется на части, как бы. То есть, это то я злая, например, то я, например, там, хорошая. Вот. Завтра я хорошая. Допустим. Понимаете? Какая история. И расщепление, естественно, не позволяет вам, как бы, выступать полноценным партнерам в отношениях. И из-за этого теряется целостность вашего восприятия. Что поражает проблема. То есть, по факту, по факту, отношения могут не складываться из-за того, что вы пытаетесь реализовать свои желания, которые не нужно реализовывать через мужчину и невозможно реализовать. Но вы невротически пытаетесь это сделать, потому что другого способа не знаете. Вот. Либо ваш внутренний конфликт не позволяет вам, ну, выступать полноценной личностью. Часто данные проблемы, они являются связующими. То есть, они вместе идут. Эти две проблемы. Вот. Понимаете? Какая история. И это является основными проблемами. Соответственно, ответ на ваш вопрос, как быть, да? вот. Строится на поиске и работе с одним из этих элементов. Либо двумя сразу. Вот. Предварительно, сверившись, значит, с целью, то есть, как быть, чтобы что, вам нужно ответить на вопрос. Да? То есть, либо вы ориентируетесь на сохранение отношений, тоже понимая, для чего это. Вот. То есть, как бы, понимая, какую цену вам для этого нужно платить, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Либо, либо вы ориентируетесь на себя. В данном случае. Вот. Понимаете? То есть, я хочу лучше понять себя. И лучше понять себя, я смогу лучше выстраивать контакт с другими людьми. Допустим. Понятно, да? О чем идет речь? Надеюсь. Вот так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались все вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok.